Доброго времени суток, дорогие друзья и коллеги, на связи снова Рашид Грифуллин. Буквально недавно мне в кабинеты начали прилетать вот такие вот уведомления, получается, за приемку, которую мы сдавали хитрым способом, о которых там в интернете уже к ранее время полно кто рассказывал, я не знаю, зачем это делали, в итоге эту лавочку прикрыли, и, соответственно, получили вот такие вот штрафы в размере 260 тысяч с лишним рублей, понимаете? Когда только первый штраф прилетел, где-то 92 тысячи рублей, я подумал, капец, ну все, как у Татар говорят, оказывается, не все, там начало следом еще прилетать один штраф, второй штраф, третий, четвертый, пятый по всем кабинетам, я общую посчитал и просто офигел, потому что сейчас, я думаю, тоже многие заметили на складах Вайлберс повышенные коэффициенты, мы запланировали дату, там, например, на 27 июля было, да, а сдали немного раньше, привезли пораньше, и должны были принять бесплатно, вот по хитрому способу, ну, соответственно, они взяли и посчитали по фактической дате отгрузки, а там было X16 на одном складе, X5 на другом складе, в итоге вот это дело и накопилось. А мы, конечно, с менеджерами сразу же начали писать во все отделы службы поддержки маркетплейса Вайлберс, потому что вот только таким образом можно получить о них хоть какую-то обратную связь, то есть и в отдел создания карточки, в отдел приемка, в отдел и так далее. Короче, писали, 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 и чуть позже, спустя какое-то время, получили уведомление в кабинете о том, что, дорогой наш предприниматель, мы заметили, что вы сдавали поставки буквально недавнее время там, с такого-то под такое число, и, соответственно, у вас была платная приемка. Мы, в свою очередь, понимаем, входим в ваше положение, и в виде исключения решили сторнировать эти штрафы, ну, то есть обнулить. Я такой, потому что переживал четверть миллиона с лишним рублей, просто выкинули на ветер, получается. И на самом деле было реально обидно, потому что все хотят оптимизировать расходную часть, учитывая, что Вайлберс зачем-то повышают и повышают вот эти вот иксы на приемку. На некоторых складах вообще до сих пор там X160, X200 даже есть, как буквально где-то полгода назад такой ажиотаж был, когда там, по-моему, февральские, мартовские праздники были, но потом к лету вроде стабилизировалось, все хорошо стало, и приемка, и так далее. Но сейчас опять такой ажиотаж начался. А я, конечно, не совсем понимаю, с чем это связано, но в любом случае у многих поставщиков сейчас есть такое переживание. Но, друзья, помните, эти условия для всех поставщиков. Нет такого, чтобы для какого-то поставщика приемка была бесплатной, и ваш конкурент сдает товар по бесплатной приемке, и у него все хорошо по математике. Нет, друзья, но, надеюсь, это все-таки временное явление, и сейчас вот опять что-то придумает Marketplace. Там, я не знаю, до этого QR-поставки вот были, да, мы использовали, хоть какие-то обходные пути были, но сейчас даже это убрали. В общем, получается, на данный момент у нас есть два варианта работы с Marketplace, либо сдавать по коэффициентам, ну, хотя бы X1, X5, X3 и так далее, хотя бы с минимальным коэффициентом такую приемку, да, либо отгружаться на бесплатные сортировочные центры. Но, опять-таки, это дело временное, и нужно считать. На сортировочные центры нужно же еще товар довезти, ну, то есть, допустим, представьте, мне нужно отгрузить свой товар на Казань. О, есть сортировочный центр набережной Челны, где приемка бесплатная, но мне туда же еще груз из Казани надо доставить, чтобы из Челов он доехал до Казани по бесплатной приемке. Вот, что делать? Я звоню в транспортную компанию, они мне выставляют счет, и говорят, что будет столько-то стоит, там, 6-8 тысяч рублей, может, 5 тысяч рублей. В любом случае, деньги я потрачу, и надо посчитать, какой Х на Казань стоит. Если там на ближайшие, пускай, полмесяца стоит Х-15, Х-20, Х-30, то все-таки, да, транспортная компания начала, наверное, грузить, и чтобы она доехала до Казани, или до Каледина, или до Электростали хотя бы. В общем, куда бог пошлет, как говорится. В любом случае, для меня транспортная будет дешевле, если прям есть острая необходимость в отгрузке. Но может случиться и такое, что вы груз отправили, а тут, бац, из Х-15 превратилась в Х-1, или вообще приемка стала бесплатной. Тут, как говорится, никто не застрахован, и работаем по ситуации только так. Если у вас есть какие-то тоже варианты отгрузок, какие-то обходные пути, можете ниже в комментариях написать, с удовольствием в следующем видеоролике обсудим этот момент. А пока в любом случае, работаем по ситуации, стараемся держать руку на пульсе. А для того, чтобы проще было новичкам, поставщикам держать руку на пульсе, на своей каждой обучающей программе я создаю общие рабочие чаты, где мы вот эти моменты в режиме реального времени стараемся обсудить и принять какое-то общее решение. Потому что так становится намного проще, чем не понимать вообще, что нам делать дальше. А так, для тех, кто не в курсе, я еще раз скажу, что у меня стартанула буквально недавно обучающая программа «Шестой поток» по запуску своего бизнеса на Вайлбере своего магазина с нуля. Знание в голове и до, как раз таки, для новичков это первые продажи и вторые, третьи, десятые. А для действующих селлеров это масштабирование через как раз таки оптимизацию всех важных моментов. Потому что вы просто, как действующий поставщик, можете проецировать на себя нашу модель и посмотреть, где у вас есть пробелы. Потому что у 90% поставщиков одни и те же ошибки встречаются, что вот у новичков, что у действующих. И исправив этот момент, вы улучшите свои показатели, дай бог. Значит, 4 июля у нас начался набор «Наш шестой поток». Ребята уже начали получать подготовительные материалы, подготовительный модуль по Китаю, практику, мастер-класс и так далее, составлять списки на закуп. И получается 22 июля, вот прошлый понедельник, мы уже стартанули. Первый вебинар в режиме онлайн 4 часа длился, плюс дополнительные видео уроки открылись на гид-курсе, плюс дополнительные домашние задания. Вот, и следующий понедельник, 29 июля, получается, у нас открывается второй модуль про инфографику. Третий модуль про SEO-оптимизацию, и четвертый модуль уже про отгрузки, про продвижение, про первые шаги, которые нужно делать обязательно с каждой карточкой новичку, чтобы прям стартануть максимально уверенно. Ну и так далее, неделя за неделей, получается, у нас в тарифе базовом будет 8 недель обучающей программы, в тарифе максимальной с куратором, это где уже у вас дополнительный наставник будет в виде куратора, одного из моих учеников, соответственно, 9 недель, так как там еще будет модуль про масштабирование через инвестиции, делегирование, команда образования и так далее, все эти важные моменты. Вот, и еще остается тариф максимальный, групповое наставничество, VIP, это с Рашидом, где вашим куратором буду лично я. И будем созвоны дополнительные делать по четвергам, в скором понедельника, так как понедельник у нас идет основная программа, 18.00 по Москве, а по четвергам уже, 18.00, у нас зум-созвоны с маленькой группой людей, в которой пока, как я сказал, есть 4 места из 10, и делаем такие вот мозгоштурмы, в которых прокачиваем свои магазины и прописываем вектор движения, то есть план задач на ближайшее время, по которым мы будем идти, чтобы получить максимальный результат. Все, конечно, зависит от вас самих, нет такого прям, что щелчком пальца, и вы там миллионер долларовый, да, все зависит от ваших усилий, от ваших ресурсов и от вашего настроя, потому что настрой, это прям самое важное, вот сильное желание сделать результат, это самое важное. Все остальное, это просто инструментарий, который я даю на шестом потоке по запуску своего магазина на Вайлдбрис, нуля знаний в голове. Так что, если есть желание присоединиться, ссылка будет ниже в описании этого видеоролика. Такие вот дела. Если есть какие-то вопросы, комментарии, пишите также ниже. Ну, а я пока поехал дальше. Вот сегодня воскресенье за окном, мы приехали на склад, чтобы отвезти обезличку, возврат и браки какие-то, да, ну и записать такой вот видеоролик, поделиться с вами прям классной новостью о том, что сорнировали штраф на 260 косарей. Я же говорю прям, ух, как гора с плеч. Ну, а для тех, кто еще не видел наш склад, вот могу немножечко познакомить. Это у нас, получается, возвраты, которые мы забрали с озона, для того, чтобы минимизировать остатки по неликвидным позициям, чтобы они стали более ликвидны и все это дело распродать. Здесь тоже какие-то возвраты, а нет, какие-то термоэтикетки. А, это мини-принтеры на тест завозили, тоже, видимо, решили вернуть. А это у нас полки с товарами, получается, с запасами, которые в ближайшее время тоже будут отгружаться. Здесь у нас картонные коробки, здесь у нас тоже что-то лежит. Интересно, что в мешках-то? Почему он лежит? А, это пакеты китайские. Значит, нам мусорок выкинем. Здесь у нас, получается, кухонная зона. Кстати, кто не знаком, давайте посмотрим. Я же тут давно не был. Так, включим свет. Даже зона отдыха есть. Ребята, когда допоздна остаются, они здесь даже ночуют. Вот, кулер для воды, холодильник. Прекрасные условия, как говорится. А там у нас комната начальника склада, который сейчас вот на отдых в Анапу, по-моему, или в Сочи с семьей поехал. Вот, это у нас дальше, получается, коробки-коробки. Это сборочные зоны, четыре штуки. Вот, это вот стеллажи-стеллажи-стеллажи с товаром. Опять коробки-коробки, опять рабочая зона. Получается, там тоже, но новинки приехали, товары из Китая. И здесь у нас лестничная зона, здесь вот лифтовая зона. Склад компактный, получается, где-то на 622 квадратных метра. Вот, и опять новиночки, которые еще, видимо, не приняты ребятами. Не просто коробки, сейчас не подлезешь особо. И здесь тоже китайские товары-отгрузки до этого вот были, они уехали. А вот здесь вот, в принципе, тоже какие-то отгрузки стоят. Озон, Вайлберриф, другие маркетплейсы. Вот коробочки, коробочки наши, которые в ближайшее время, в понедельник уже, ребята, я думаю, отсортируют, сделают приемку и начнут уже делать отгрузки. Кстати, недавно, значит, товары я смотрел, что интересно приехал. Я думал, это Бигуди, да? Оказалось, не Бигуди. Удивился немного, нифига ли у нас менеджеры завозят, какие интересные товары. И надо просто не отслеживать, что там на другие маркетплейсы завозят. Допустим, на Озон, да, наши менеджеры. Я-то ПВБ стараюсь контролировать эти моменты, вот, но бывает и такое. Продолжение следует...